Добрый вечер, вы смотрите программу Якутия Лайф, с вами Сергей Мехедов. Уходящий год оказался непростым для всех нас, в том числе и для бизнес-сообщества. Многочисленные испытания, начиная с коронавируса, последствия которого приходилось ликвидировать весь год, ну и заканчивая санкционным давлением. При этом, если для одних санкции оказались серьезным испытанием, то для других, напротив, открыли новую дорогу. О том, как сегодня чувствует себя бизнес-сообщество, какая помощь была оказана предпринимателям Якутии, мы поговорим с Тимуром Ханды, министром предпринимательства, торговли и туризма нашего региона. Добрый вечер, Тимур. Добрый. Ну и вы сегодня у нас в гостях впервые, по традиции, хоть и с опозданием, хочу поздравить вас с назначением. Спасибо. Ну и хочу начать с довольно-таки пространного вопроса, как сегодня себя чувствует бизнес-сообщество Якутии. У нас, на самом деле, очень профессиональное бизнес-сообщество, их довольно-таки много. Есть и федеральные сети, деловая Россия, опоры России, торгово-промышленная палата. Есть и профессиональные объединения по торговле и по другим отраслевым принадлежностям. Чувствуют себя, ну, наверное, под крылом, потому что мы коммуницируем практически каждый день, мы изыскиваем сигналы, ищем причины возникновения проблем, и стараемся, конечно, системно эти вопросы решить. Сегодня, помимо бизнес-сообщества, есть и обычные рядовые предприниматели, которые не входят в сообщество и тоже нуждаются в поддержке. Поэтому было бы неплохо, когда предприниматели могли бы консолидироваться в сообщество, либо вступить в действующие, либо, возможно, открыть новые. Как раз мы... Я сегодня встречался с изобразительной сферой предпринимателей, ассоциацию хотят открыть только-только. Объясним им, зачем это нужно, они с большим удовольствием послушали. И такую работу мы ведем по всем отраслям. Также недавно мы с дальнобойщиками встречались. Очень много проблем накопилось за, наверное, за десятки лет. И повышение ГСМ, и техническое обслуживание транспортных, и северные рейсы в арктические зоны. Проблем много. То же самое и в медицинской сфере, частной клинике, донтисты. Ну, знаете, есть два инструмента, которые сегодня определяют настроение бизнеса. Это национальный рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Ну, такое сложное название. Нацрейтинг, простыми словами. И еще есть индекс административного давления. Начну с индекса. Индекс – это сухая статистика, это количество контрольно-надзорных мероприятий, которые, возможно, штрафуют предпринимателей, либо ведут какую-то другую работу. Это все оценивается статистически и называется, наверное, индекс, правильно, административного давления. Первый же инструмент нацрейтинг, он более широкий, он охватывает абсолютно все сферы деятельности, не только контрольно-надзорную деятельность. Тут показатели есть и субъективные, и статистические. Конечно, мы делаем большой упор на субъективные показатели, потому что это именно тот момент, когда Всероссийский центр изучения общественного мнения звонит предпринимателям, опрашивает их. И это очень важно, чтобы отвечали на вопросы, потому что именно обратная связь от предпринимателей, которые каждый день не могут взаимодействовать с государством, хотя бы через такие опросы доводили бы нас информацию. Нам, на самом деле, очень это помогает. И надеюсь, что все будут активничать, в проактивную позицию займут. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону в Якутске 42 14 39, ну или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp плюс 7 914 235 05 02. Ну, если говорить в целом, какая поддержка была оказана бизнесменам в этом году? В этом году решением главы республики Асен Сергеевич Николаевым было принято решение о снижении ставок налоговых по упрощенной системе налогообложения. Они испущены абсолютно до минимума. Это максимальные полномочия региона, ниже уже не получаются по налоговому кодексу. Это самая, наверное, общесистемная мера поддержки, которая охватывает практически весь бизнес. У нас сегодня трудятся 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество самозанятых растет. Каждый месяц прибавляются до новых тысяч самозанятых субъектов. На сегодняшний день сумма составляет 28 440 самозанятых. Это и есть те люди, которые в будущем, возможно, станут предпринимателями. То есть форма налогообложения, когда у них начнут расти расходы, если они захотят уменьшать налоговую базу на величину расходов, им необходимо уже перейти в новую форму. Это ИП, ООО. А самозанятые от дохода платят. Если работаете с визлицами 4%, 6% с юрлицами. Это самая главная общая система, которая всех затрагивает. Помимо этого, конечно, мы идем по отраслям. Когда в марте заступил, сразу санкционное давление началось, поставки очень поменялись. Железнодорожные пути, транспортная логистика. Все резко взлетело. Заводы, сахар. Помните эти моменты? Но мы через это прошли, потому что мы вовремя среагировали на запрос торговли и сообществ профессиональных. Здесь нужно отметить работу Котенко Ирины Владимировны. Она очень активно в этом плане ведет работу. Разработали первое. В фонде развития предпринимательства впервые появились продукты для торговли. То есть не просто взять займ, купить оборудование и что-то сделать. А именно на пополнение оборотных средств, чтобы можно было с выручки закупать новые товары. Чтобы беспребойно. Потому что торговля все-таки это скорость оборачиваемости продукции. Ставки очень хорошие. Самый быстрый срок выдачи, потому что в тот момент нужно было прямо здесь и сейчас. Самый быстрый срок за один день. Причем это полностью все по всем процедурам. Финансовый комитет просто заседал каждый день. Именно в тот момент. Помимо микро и малого бизнеса мы решили поддержать и торговлю оптовую. Здесь мы с Алмас Регентбанком отработали по продукту быстрые меры. Значит, когда ключевая ставка была 20%, мы субсидии от государства снизили с 20% до 8%. То есть это очень хорошая мера поддержки была и суммы были от 5 миллионов рублей. Таким образом мультипликатор, общая сумма совокупности кредитных портфель составляет на сегодняшний день более 2 миллиардов рублей. То есть предприниматели оптовые воспользовались этой поддержкой. Но помимо этого очень много мер поддержки идут по отраслям, по IT-отрасли. Вы, наверное, все прекрасно знаете и федеральные меры поддержки. Мораторий в этом году. В следующем году тоже будет продолжен на контрольные мероприятия. Поэтому то, что мы делаем, это, конечно, благодаря бизнесу. То есть они сигнализируют, говорят, что вот такая ситуация может произойти. И мы, конечно, оперативно принимаем все меры. Подключаем и отраслевые министерства, и органы местного самоуправления на местах, ну вот и муниципалитеты. Поэтому предприниматели, они чувствуют поддержку с нашей стороны. И мы, конечно, стараемся со всей силой помочь. Невозможно, конечно, охватить все и вся. Поэтому здесь надо набраться терпения. Денег в мире меньше не стало, просто поменялись финансовые потоки. Исходя из этого, нужно адаптироваться к современному миру, новой экономике. И, конечно, наше министерство в этом должно сыграть большую роль. Ну а кто чаще всего обращался к вам за помощью? Ну, мы такую статистику прям не ведем по отраслям. Мы работаем с бизнес-сообществом. Конечно, первым делом это торговля, это производство, это услуги. То есть, вот такие виды. Но хочу рассказать про то, как мы взаимодействуем между институтами развития бизнеса. Самый главный защитник бизнеса – это институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Именно туда, вот мы договорились, именно туда идут обращения, которые нарушают права предпринимателей. И наши уполномоченные, Кычкина Альбина Егоровна, она успешно защищает предпринимателей. И предприниматели прям очень чувствуют, наверное, поддержку с ее стороны. Ну, а мы уже ведем политику больше в плане государственного регулирования, государственной политики, как это вообще должно все работать. А уполномоченные конкретно уже работают с обращениями. Ну, вот перейдем от общего к частому. Какие виды бизнеса максимально востребованы в этом году? Ну, в этом году, наверное, все видят, что очень много внимания IT-сектору делается. Но здесь каждый должен принять свое решение. Мы получаем вот такие вот вопросы, да, но вот изучив практику, я понял то, что мы не можем диктовать или говорить будущему или потенциальному предпринимателю, что нужно заниматься этим. Во-первых, это любимое дело, и формула успеха в этом и заключается, что ты любимым делом занимаешься, и у тебя получается. Но есть выход. Мы решили собирать статистику по рынкам конкурентным, сколько субъектов предпринимательства участвуют в том или ином рынке, какие обороты в этом рынке есть, и какие меры поддержки есть для этой отрасли. Я думаю, если начинающие или потенциальные предприниматели увидят эту информацию, они смогут принять уже более-менее взвешенное решение. Кстати, это было предложение озвучено Татьяне Васильевне. Мазур, это компания Афина, они как раз использовали раньше эти статистические материалы для маркетинговых исследований, ну и для стратегического маркетинга. Это важно для развития бизнеса. А вот что делать, например, начинающему предпринимателю или человеку, который хочет открыть свой бизнес, но не знает, в каком направлении двигаться, с чего начать, в какую сферу погрузиться, например, да? Может быть, дадите совет, куда обратиться, или, может быть, у вас проходят уже какие-то стратегические сессии, например, на эти темы? Ну, я хотел бы вот вернуться, что прямо чем заняться, я точно не скажу, но я могу подсказать, где и как кто себя чувствует. Это первое. А наши специалисты «Центр мой бизнес» тоже такую же позицию держат. Но для начинающих очень много мер поддержки есть. Начиная с поручительства, где корпорация МСП может. Вот у начинающих проблема – это отсутствие залогового обеспечения, чтобы взять кредит и начать действовать. Ну, проще говоря, получить средства, найти средства. Ну, нет, вот хочешь взять кредит, они говорят, нужен залог. Есть квартира, ну, как-то я бы не рискнул, только начинаю, сразу квартиру жилую закладывать. Слад свою жилую закладывать. Поэтому есть такие инструменты. Мы на ВЭФе подписали соглашение с корпорацией МСП и с нашим фондом развития предпринимательства, объединили поручительство в зонтик, чтобы единое было. И для начинающих предпринимателей, которые, допустим, производство хотят открыть, 90% поручительства. То есть, если ты хочешь миллион взять, грубо говоря, тебе нужно найти залог на 100 тысяч. Ну, увеличиваем сумму 10 миллионов, нужно на миллион найти. Ну, уже проще, естественно. Конечно, проще. И те активы, которые есть в виде имущества, они высвобождены. Потому что многие, допустим, хотят взять миллион, закладывают недвижимость на 500 миллионов, оно в залоге висит, а хотя еще 499 миллионов можно было использовать, залога под другие, допустим, нужные. Поэтому вот этот фонд, корпорация МСП плюс фонд в виде поручительства, ну, хороший инструмент. Но вот, отвечая на ваши вопросы, могу сказать так. У нас есть гид предпринимателя, у нас есть сайт. Сайт мойбизнес14.rf. Там есть все. Мы каждый день его наполняем, мы каждый день его актуализируем. И там есть все. Когда какие мероприятия будут, вебинары, обучающие, экспертов привозим. Ну, это вот благодаря нацпроекту МСП, национальному проекту. Очень много вот таких вот образовательных блоков. Информационно-консультационная работа, она ежедневная. Здесь нас смотрят сейчас районы, и в каждом районе у нас есть представитель центра. Мы сейчас потихонечку еще открываем центр оказания услуг. Ну, это когда есть помещение, где можно, вот как в Якутске, да. Но в некоторых районах еще этого нет. Мы, конечно, до этого дойдем. Но, тем не менее, каждый, кто хочет попробовать себя, вы можете обратиться в центр Мой бизнес. И там полностью все расскажут, что есть. То есть, возможно, даже какие-то, если проблемы есть на территории арктических районов или других районов, можно через центр Мой бизнес вносить предложения по улучшению регулирования госполитики. То есть, любые сигналы нам интересны. Ну, вот пандемия дала огромный толчок к развитию онлайн-бизнеса. Да, может, кто-то ушел совсем в онлайн и прекратил заниматься вот таким оффлайн-бизнесом, да. Вот оффлайн все-таки должен оставаться основой для бизнеса или можно сейчас переходить в онлайн? Ну, здесь, знаете, клиенты разные есть. Допустим, если посмотреть на молодежь, им, конечно, удобнее онлайн. И вот эти большие агрегаторы торговые, e-commerce, да, e-commerce пишется, они поначалу бесплатно доставляли, можно было заменять, не платить. Это все, наверное, был процесс, чтобы люди привыкли к онлайн-торгуле. Это неизбежно. То есть, это все равно будет, просто нужно понять вопрос, когда это полностью перейдет в онлайн. Конечно, оффлайн он будет. Люди все равно хотят сходить в магазин, выйти из дома, прогуляться, ну, у всех есть абсолютно разные объективные, субъективные причины, почему им надо оффлайн. Но тенденция все равно, мировая тенденция идет к тому, что все переходит в онлайн. И услуги переходят онлайн, и производство полностью автоматизированное, там людей, вот конвейеры стоят, и торговля, то, что вот маркетплейсы создаются. Маркетплейсы, да, площадки уже появились, конечно. Они появляются, они будут появляться, их будет много, и они будут между собой конкурировать за то, чтобы остались только те, которые предоставляют наиболее качественные услуги. Ну, это рыночные условия, это все коммерческий рынок, поэтому тут, как обычно, выживает сильнейший. Вот вопрос о телезрителе нам поступил до начала эфира. Как мне, как обывателю, повлиять на качество сферы услуг? Порой зла не хватает от качества обслуживания. Бывает и такое, да, это вопрос конкуренции, это прямой вопрос конкуренции. Ну, просто представим картину, что вот есть поселение, и там оказывают услуги. Большие услуги никто не оказывает. Вот поэтому так и получается, потому что, ну, я могу, не хочешь, не надо. То есть человек понимает, что конкурентов нет, и, в принципе, может вести себя как угодно. И все равно все придут к нему за услугами. Допустим, парикмахерская. Все стригутся, все хотят хорошо выглядеть, идут, получают некачественную услугу, недовольны, платят, но все равно получают. Здесь единственный выход, конечно, конкуренции. Здесь нету нормы регулирования государства, чтобы подойти и сказать, вот, нужно хорошо оказывать качественную услугу. Конечно, можно разработать стандарты, что мы делаем, допустим, в пищевой промышленности, вот, ну, в курсе, наверное, сделано в Якутии. Это торговый знак, да, торговая марка, которая объединяет под собой всех производителей Якутии по разным направлениям. Пищевая промышленность, легкая промышленность, ювелирная промышленность. Вот, и, допустим, по пищевой промышленности, конечно, очень важно задать стандарты. Есть просто такой сигнальчик от предпринимателей, кондитерское производство. Они заказывают у определенного сельхозпроизводителя молоко, ну, кисломолочные изделия. Сегодня одно качество, завтра другое качество. Корова выспалась, не доела, поела, там, холодные стали, и постоянно то кислотность меняется, то жирность меняется. А от этого кондитер страдает. Есть определенные международные и российские стандарты. Если мы приведем полностью все, стандартизируем, тогда вся продукция будет единого качества. А это дает очень колоссальные... Ну, это как в советское время ГОСТ был, например. Ну, да, это тот же ГОСТ. Тот же самый ГОСТ, по сути. Абсолютно верно, да. А смотрите, вот какая задача у нас стоит. У нас есть большие крупные недропользователи, их общий оборот больше триллиона выручки. И они готовы у наших местных производителей покупать. Но наши местные производители не могут такие объемы выполнить. И поэтому они не участвуют в закупках, просто смотрят, как другие поставляются в Центральной России. Если будет ГОСТ, мы сможем объединить эти продукции производителей и предоставить. Это, конечно, будет вообще идеальная картина, если мы до такого дойдем. Но мы к этому и идем. Ну, главное идти, двигаться, конечно, вперед и получать уже результат. Вот в своем послании глава Якутии сказал, что наш регион входит в тройку лидеров по количеству зарегистрированных самозанятых граждан. Как думаете, почему, чем людей привлекает такое направление? Ну, во-первых, здесь система налогообложения простая. Здесь не нужно куда-то идти, регистрироваться, открывать счета. Поэтому для того, чтобы начать свое дело, это очень удобно. Хорошо, что наш регион попал в перечень пилотных проектов, потому что самозанятые же не по всей России с самого начала были. И эта практика, она очень, наверное, динамично развивается по всей Российской Федерации. Это подчеркивают и в федеральном центре, в Москве говорят, что самозанятые вообще. Такая тема, такой проект самозанятых, он очень хороший. Конечно, плохо, когда идет подмена понятий трудовых отношений. Вроде работал у меня, платил там столько-то, потом я его увольняю, грубо говоря, и заставляю стать самозанятым, чтобы уходить от налогообложения. Здесь государство, конечно, тоже все это видит и регулирует. То есть невозможно взять в определенное количество месяцев уволенного сотрудника и с ним вести взаимоотношения как самозанятым. То есть такие моменты есть. Свобода, экономическая свобода. Люди начинают понимать то, что они ощущают бизнес. Они понимают, что могут. Это как, грубо говоря, тренировки. Получается, ну вот дальше идет. Открывает ЕПО и начинает уже привлекать средства. И людей нанимает. Самозанятые людей нанять не могут. Ну плюс простая отчетность, наверное, через приложение. Да, все через приложение. Там вот Сбербанк говорит, что это поступило как самозанятых. И тогда она начинает облагаться налогом. Специальная программа есть в приложении. Ну и, наверное, одно из основных, что человек уже становится, получается, членом бизнеса общества. Он может стать официально зарегистрированным, получается, бизнес. Соответственно, он может получить поддержку какую-то, да, какую-то помощь. Для самозанятых у нас в фонде развития предпринимательства тоже разработаны поддержки. Если впервые зарегистрировался, точнее, только зарегистрировался, можно без залога получить 200 тысяч. Если ты уже работаешь определенное время, мы это видим, можно без залога получить 500 тысяч рублей. Очень хорошая цифра. Очень хорошая цифра. И практически почти 20 миллионов, я могу чуть-чуть ошибаться, уже выдано самозанятым. В виде займов. Это возвратные средства, потому что невозвратные средства не очень, наверное, развивают культуру экономики в бизнесе. То есть деньги невозвратные, и многие начинают привыкать к этому, и вот бизнес-жилка компании начинает страдать. Отношения меняются, наверное. Да, это же генерация выручки, то есть предприниматели должны видеть, что здесь идет просадка, начинают принимать какие-то другие маркетинговые инструменты. Поэтому единого такого нету мнения, единой фактуры нету, потому что каждый бизнес абсолютно индивидуальный. Каждый бизнес. Даже если взять одинаковые магазины, у них у всех есть определенные свои задачи, которые нужно решать. И они все разные. Вот мы уже затронули тему каких-то стандартов. Еще раз про послание. Как раз-таки будет разработан единый стандарт индустрии гостеприимства Якутии. Как это будет выглядеть, и зачем это вообще? Я простыми словами скажу, потому что здесь это ассоциация гостеприимства у нас есть. Они являются основоположниками таких идей. Что это такое? Вот в предыдущем опросе не хватало слов по услугам. И вот наша задача, как региона, сделать стандарты гостеприимства и распространить их по всем направлениям. Чтобы качество обслуживания было везде одинаково. В гостиницах, в ресторанах, в другом бизнесе. Потому что клиент привыкает, он любит и уезжает. Если это турист, он уезжает с впечатлением. Если это, допустим, на территории агломерации что-то происходит, если он с плохим впечатлением уйдет, он это впечатление будет передавать своему кругу общения. А это плохая реклама, не очень. Поэтому здесь, когда мы введем единые стандарты гостеприимства, а гостеприимство довольно-таки широкое понятие, у нас турпоток увеличится однозначно. А нас в простым словам сарафаном радио намного реклама эффективнее. Вот мы рекламируем Якутию, Якутия приезжает. А когда кто-то приедет, посетит все объекты хорошие, везде его хорошо встретят по стандарту гостеприимства, вот он улетит довольный и всем расскажет, что в Якутии классно, все такие добрые. Мы и так такие, но бизнес есть бизнес. Бывают моменты, но это же тоже по-человечески понять можно. Вот человек просто не с той ноги встал, в магазине, допустим, стоит, нервничает. Ну, конечно, от этого страдает. Здесь работа и предпринимателей, со своими коллективами. Это очень важный момент. Ну, давайте поговорим о работе министерства. Какие знаковые мероприятия, может быть, или события проходили в этом году? В этом году мы провели форум предпринимателей довольно-таки широко. В этом году мы принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме, в Восточно-экономическом форуме. Именно по линии предпринимательства, то, что я говорю, там были подписаны важные соглашения, которые сегодня находят отражение вот в проектах. Здесь, ну, просто приведу пример. Мы подписали соглашение с Тиньковым банком, и они оказывают услуги. Вот сегодня есть некоторые проекты айтишные, которые, наверное, реализовались, в том числе благодаря вот этим соглашениям. Вот. И здесь очень много активности от предпринимателей, и большинство площадок организованы силами предпринимателей. Это очень хорошо, потому что, ну, кто может рассказать лучше, чем предпринимателям о том, что, ну, что с ним происходит, чего он хочет, какие там проблемы на его пути встречаются. Поэтому эти площадки, они для меня важны, вот лично для меня. Вот. Ну, помимо этих площадок, мы постоянно каждый день встречаемся абсолютно с разными предпринимателями. Это тоже важно. Хоть это и не мероприятие знаковое, но для меня это событие, когда предприниматель приходит, вроде не входит в никакое бизнес-сообщество, и начинает защищать целую отрасль. Это классно. Вот. И таких предпринимателей мы встречаем уже очень часто. Я вижу отклик со стороны бизнеса, я вижу доверие, и, наверное, наши какие-то мини-победы, которые вот в информационном пространстве есть, они, наверное, людей-то и приближают к нам, предпринимателей. Ну, а вместе мы, конечно, можем больше решить. Ну, вот отсюда и вытекающий вопрос. Какой он, предприниматель Якутии, может быть, в общих чертах опишет? Предприниматель Якутии – это герой. А это одним словом, так сказать. Потому что здесь, во-первых, условия, да, холодно, транспортная логистика дорогая очень. Допустим, сегодня в арктическую зону увезти одну фуру стоит от 300 до 600 тысяч рублей. И при этом нужно еще учесть торговые надбавки на социально значимые продукты, которые нельзя выше сделать. С собой взять кучу запчастей, кучу бензина с собой взять, и оставшееся место взять товар, и еще выдержать норму рентабельности, чтобы заработать на продуктах. Это сложно. Любой, кто с Центральной России придет этим здесь заниматься, у него просто математика биться не будет. Он скажет, да мне это не надо, и уйдет. У нас вот таких вот предпринимателей, на которых держится целый район, очень много. И поэтому не поддерживать это неправильно. Ну, не могу не затронуть сферу туризма. Насколько сегодня Якутия привлекательна для россиян? Якутия всегда была привлекательна. Единственное, останавливают цены на билеты. Но здесь есть хорошая информация, что как раз на Восточном экономическом форуме мы подписали соглашение с Ростуризмом. Его упразднили, но это ничего не значит. Это не означает то, что туризма не будет. Это означает то, что полномочия Ростуризм уже не выдержал. Ну, потому что это федеральное агентство. Они занимаются только госуслугами по уставу и управлением имуществом. А уже министерство, когда получает Министерство экономического развития, они уже ведут государственную политику. Это хорошо. В прошлом году, благодаря этому соглашению, значит, туроператоры, есть такая поддержка, допустим, субсидирование туроператоров 50% на чартерные рейсы. Вот, они этим пользовались, поэтому цена падала. Мы, когда соглашение подписали, мы начали эту работу, уже начали здесь продавать билеты, да, и пока что это приостановилось в связи с упразднением Ростуризма. Когда полномочия полностью передадут, а это примерно будет в марте 2023 года, тогда возобновится система, и билеты до Якутии, они и так сейчас уже дешевые стали, да, для населения, а для туристов они вот через чартер будут дешевле. Самое главное то, что еще по чартерам раньше туроператор должен был выкупить весь самолет, ну а сейчас они могут уже блок места делать. Это первое, да, по чартерам. Мы массовый туризм развиваем в данном плане. Это, конечно, ближайшие объекты, это Ленские столбы. Вот, кстати, объект Ленские столбы встречался с такой статистикой о том, что половина жителей Якутии, да, никогда не были на Ленских столбах. Казалось бы, самое примечательное место, и никогда не были там, никогда не видели. А почему такое происходит? Ну, здесь, смотрите, потому что многие рассматривают Ленские столбы как круизное путешествие. Вот, и я тоже так думал, что круизное путешествие, ну, конечно, на круиз, когда едешь, оно как бы и в других городах тоже недешево стоит. Вот, а если смотреть на Ленские столбы уже как жители Якутии, то на машине можно доехать за, там, 5 часов. Там мы сейчас поддерживаем предпринимателей, которые сформировали турбазы, но одна из лучших турбаз, это Лена Пиларс напротив прям. Там поначалу вот предприниматель подключил инфраструктуру, там, свет, да, все сам, поставил газгольдер, да, там, септик, даже КНО сделал в своем мини. Вот, ну, геройский поступок. В этом году ему было подведено электроснабжение на 150 киловатт, и с большим вздохом они приступили к новым развитиям своего бизнеса. Там очень красиво, там, ну, довольно-таки кусачие цены, но это предприниматель, он показывает высокий уровень качества и сервиса, и оно стоит своих денег, поверьте. Вот, а так, вопрос такой у меня тоже когда-то был, вот, пока я в этом не разобрался, круиз действительно не дешевое удовольствие. Ну, а почему вот такая стоимость круиза складывается на сейкуте и куте? Нет, это себестоимость, это себестоимость. Это же Лена Трофлот делает, это коммерческая организация, они в минус тоже работать не будут. Если, ну, просто поставим, математикой, вот у тебя там 200, грубо говоря, мест, если ты 100 мест только занял, то, получается, надо их было продавать в два раза дороже, чтобы выйти на рентгене. Либо полное наполнение делать. Ну, тут и цены растут, и это понятно все. Ну, вот, как раз-таки вопрос от телезрителей. Я хотел отправиться в семью на ленские столбы, выбор гостей с удобствами, чтобы было комфортно находиться с маленьким ребенком, равен одному. Вот буквально, да. Не буду называть гостиницу, но номер за сутки стоит почти 15 тысяч рублей. Ну, да, это... При этом сказать, что она стоит того, ну, не знаю. Ну, это субъективное мнение. На самом деле, очень важно к этому прислушаться не мне, а предпринимателям, которые там делают турбазы. Это обратная связь. Это абсолютно конструктивная критика. Действительно, там цены не дешевые. Ну, просто чтобы понять цену, нужно разобрать, декомпозировать финансовую модель бизнеса. Вряд ли это будет делать бизнесмен. Но скажу так, что это довольно-таки обоснованная цена. Туда же нужно привезти все, отвезти, там, персонал обслуживать. Плюс они очень колоссальные расходы понесли при строительстве. Просто, ну, со стороны же видно то, что это качественный объект. Вот. Но когда мы будем в дальнейшем развивать ТРК, туристское рекреационное центро, кластер, тогда, опять же, включится режим конкуренции, и цены придут вниз. То есть при этом они будут предоставлять качество, а цена будет конкурировать, и они будут вынуждены конкурировать, снижать цены, чтобы завлечь клиента. Сегодня конкуренции практически нет, и все туристические объекты, где можно размещаться, ночевать, они все заняты на несколько месяцев вперед. Даже с такими ценами? Даже с такими. Даже если они цены в два раза повысят, у них опять так же, наверное, будет занято. Ну, конечно, так делать не будут. Все, как бы, понимают то, что зачем выше. Если их норма, вот, тарифа на сегодняшний день, 15 тысяч, грубо говоря, нормально, если покупают, ну, это хорошо. А вообще министерство может каким-то образом давать рекомендации, может быть, рекомендовать какие-то цены на товары и услуги, каким-то образом влиять на предпринимателя, чтобы он задумался, например, и адекватно понимал, что, например, он повысил цену, и здесь, как бы, ему лучше опустить их, например. Может, министерство в этом плане как-то поработать? Ну, мы можем рекомендовать, но это будет только рекомендательного характера. То есть просто? Здесь, да, здесь, поверьте, предприниматели, которые устанавливают цены, они прекрасно все понимают. Они знают условия нахождения на определенном рынке, поэтому здесь ничего рекомендовать им не надо. Если говорить о ценах в целом, у нас есть такой орган, Государственный комитет по ценовой политике, вот они регулируют цены, но не все цены регулируются. То есть транспортные услуги не регулируются, а, допустим, торговые надбавки на социально значимые продукты питания, ну, хлеб, мука, сахар, они регулируются. В этом тоже есть свои минусы. Допустим, если привезти в самый отдаленный участок, там, муку, хлебопекарню, ему нужно будет продать хлеб в минус, потому что торговые надбавки. Если он повысит цену выше рекомендуемой, будет штраф. Вот. Поэтому здесь работу по торговым надбавкам мы тоже с предпринимателями ведем. Работа на самом деле сложная. В этом году, вот, благодаря госкому цену мы приняли закон. Ну, с предпринимателями, вот, обозначили проблему на координационном совете при главе республики, о том, что вот в Южной Якутии, в районах идет очень резкий рост тарифов. В этом году и так была индексация в два раза. А предприниматели, вот, тоже предприниматели ресурсонабжающих организаций, которые защитили свой тариф от экономически обоснованных тарифов. Потому что уголь подорожал в моменте, и им оказывать услуги стало дороже. А предприниматели, которые получают услуги от предпринимателя-ресурсника, они не готовы такие расходы нести в своем бизнесе, и начали отключаться от отопления централизованного, к примеру, и подключают электричество. То есть дешевле вышло. Вот. Ну и как результат этой работы, вместе с бизнесом, вместе с госком цен, мы сделали закон, который устанавливает предельный лимит 10% в год. То есть если идет повышение на 30%, государство должно субсидировать с 30% до 20%. А то разница. Да. А предприниматель должен платить максимум 10%. Это на самом деле очень важно. Знаете почему? Потому что бизнес работает по правилам. Это законы, это подзаконные акты, распоряжения, нормативные, локальные документы. Это правила игры. Если правила игры мы установим, если предприниматели будут знать, что у них расходы в следующем году на коммуналку увеличатся на 10%. Не на 30%, не на 40%, возможно на 70%, а именно 10% и не более. Это уже существенно с точки зрения планирования бизнесу дает стратегические какие-то плюсы. У нас остается буквально одна минута в завершении нашего разговора. У вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям и пожелать им что-нибудь хорошее, может быть, в новое новое. Я хотел бы пожелать, наверное, с наступающим Новым годом всех все-таки праздник, несмотря на всю геополитическую ситуацию, экономическую ситуацию. Наступает Новый год. В Новом году, я не думаю, что будет легче. Здесь нужно отнестись с пониманием. Рынки все перенастраиваются и, возможно, они в начале первого полугодия тоже не настроятся. Поэтому особенно в сферу торговли хотелось бы поддержать. Если какие-то есть предложения, мы обязательно выслушаем. И, конечно же, здоровье. Тимур, вам спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Хочется пожелать, пользуясь случаем, поздравить вас с Новым годом и пожелать вам реализации всех задуманных идей и обязательно достичь всех поставленных целей. Спасибо большое. На этом выпуск программы «Якутия.Лайф» подошел к концу. С вами был Сергей Мехедов. Смотрите нас по будням в 19.15. Расскажем, чем живет Якутия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин